добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи обзор рынков фиба групп и с нами сегодня аналитик компании фиба групп роман шевченко роман добрый день добрый день роман мы пережили вчерашнюю ставку фрс но еще никак не можем отойти но понятно застроим планы на будущее как вам видится жизнь после фрс чем можно поторговать сегодня но ситуация достаточно неоднозначно объясню почему неоднозначно я в принципе склоняюсь к тому что процентная ставка ближайшее время вряд ли будет подниматься мы с вами уже неоднократно говорили не только там текущей неделе на предыдущей неделе мы с вами еще в мае месяце общались относительно того что процентную ставку скорее всего в этом году поднимать не будут а если и будут то ждать раньше декабря этого не стоит в принципе вполне это было логично ожидаемо и не думаю что нужно об этом еще там долго говорить но когда произошло то что произошло процентную ставку не подняли вполне закономерная реакция рынка должна была быть достаточно мощное падение доллара сша ну как минимум я думаю в пределах не менее чем полутора двух процентов при этом снижение если мы откроем индекс доллара сша ну чуть позже я его и вам продемонстрирую мы с вами увидели снижение меньше чем на полтора процента за два дня не только за вчерашний день но и уже за сегодняшний день от самой максимальной отметки который было также вчера установлен соответственно возникает некий такой вопрос почему доллар не продают и скорее всего это обусловлено лишь одним фактом тем что неожиданно трое членов комитета по открытым рынкам проголосовали за поднятие ставки если мы посмотрим прогнозы то большинство достаточно серьезных экспертов думаю с вами увидим что практически никто не ожидал поднятия процентной ставки в этом году и вот именно тот факт что трое из десяти проголосовали за рост процентной ставки вероятность все-таки того что в декабре она будет поднято он появляется появляется шанс или появляется риск кто как кому как выгоднее договорить то так и говорит поэтому я также начинаю задумываться о том что а может быть и действительно в декабре смогут поднять процентную ставку ну или как минимум не поднять а количество голосов за поднятие процентной ставки увеличится и тогда уж точно на следующем заседании в первом квартале 2017 года эта ставка будет поднята и уже при таком сценарии может начать укрепляться доллар США напомню что к сожалению или к счастью здесь также каждому решать самостоятельно рынок вообще в целом финансовые рынки они достаточно необъективны ну если можно так выразить сейчас буквально двух словах объясню почему я так считаю потому что рынок реагирует на ожидания мы видим очень мощные ценовые движения не на пактах а на ожиданиях если мы с вами откроем терминал и посмотрим ожидания изменения монетарных политик по основным инструментам то мы с вами увидим что именно на ожидании были мощные и долгосрочные ценовые движения то есть когда ожидается что федрезерв поднимет ставку то на протяжении длительного промежутка времени доллар укрепляется и вот сейчас мне кажется происходит тот самый момент когда вот эта надежда что ли да вселяется или может селиться в инвесторов соответственно я еще на сегодняшний день рассматриваю вероятность того что в среднесрочном периоде доллар начнет укрепляться пока что еще сложно определить с каких точек это укрепление начнется и для того чтобы все-таки оно началось нам необходимо получить несколько очень хороших очень мощных сигналов относительно того что экономика сша начинает восстанавливаться это лучше всего видеть положительную статистику месяц или даже два месяца подряд положительные статистики по строительному сектору промышленному сектору но и конечно же по рынку труда если эта статистика из этих секторов экономики будет более менее стабильно и показывать положительную динамику то мы сможем покупать активно покупать доллар сша сегодня же активно и серьезными объемами в долгосрок покупать доллар сша еще немножко рановато что касается статистик которая сегодня будет опубликована это отчеты по количеству первичных обращений за пособием по безработице прогнозы умеренно негативные рассчитывать на какие-то ценовые движения не стоит при одном условии если не будет существенных отклонений отклонений минимум 15-20 тысяч от прогноза могут толкнуть рынок конечно же если будет плохие данные если вырасти там сколько было 260 вырасти до 270-280 тысяч конечно же доллар пойдет активно сегодня еще вниз если будет неожиданно хорошая статистика где-то там в пределах 230-220 тысяч что маловероятно но тем не менее бывают и такие моменты то доллар все-таки может неплохо укрепиться сейчас мы перейдем на демонстрацию экрана сразу же начнем с индекса доллара сша но принципе традиционно и объясню почему сейчас в принципе есть вероятность того что доллар может немножечко укрепиться сильно не сильно долгосрочно не долгосрочно пока что рано говорить но потенциал для этого есть почему потому что цена а индекс доллара сша то есть стоимость доллара против 6 основных валют достигла важного уровня поддержки во первых это технический уровень поддержки вы видите что ранее цена приходила и сдерживала ценовые движения и это психологически это 95 ровно соответственно есть вероятность того что мы получим коррекцию вот такую коррекцию и уже о дальнейшем ценовом движения доллара можно будет говорить только лишь при одном условии когда мы выйдем выше 95 95 с половиной выйдем выше можно будет говорить о более долгосрочных покупках не выйдем тогда фиксируем прибыль ну или как минимум ставим сделки в безубыток и смотрим что касается открытых моих сделок откровенно говоря они притянуты за уши и начинающим трейдерам я бы не советовал их открывать я открываю достаточно мелким объемом достаточно слабенькие сделки сейчас евро доллар продаю первая попытка продать было от 1 12 10 с риском всего-навсего в 20 пунктов сейчас я его уже получил вторая попытка 1 12 40 вот на вот этих вот максимумах я продал чуть выше зеркального уровня сейчас 4 часа открою и вы видите вот этот зеркальный уровень чуть выше него я постарался продать ничего страшного также 20 пунктов у меня стоп лосс но если же мы увидим ценовое движение то ценовое движение перехожу на дневку и вы видите что локальная цель это 109 50 соответственно до этой цели у нас с вами порядка 280 пунктов при риске 20 пунктов у нас в соотношении риск прибыли практически ну там 1 14 1 13 очень и очень хорошее соотношение по риск прибыли плюс к тому же если получится буду набирать среднесрочную позицию при этом если вы планируете торговать внутри дня или там удерживать до пару дней сделки я считаю что открытие по рынку сейчас еще рановато если же мы получим вот какой то вот такую формацию где будет два минимума и два максимума которых идут ниже 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 тогда уже можно будет присматриваться к продаже данном же случае продажи достаточно рискованно говорю сразу и по фунту приблизительно у нас аналогичная ситуация не за что продавать я начал от уровня 1 1 30 75 это вот предыдущий максимум вы видите что предыдущая сделка у меня также от этого уровня открывалась но здесь у меня риск очень очень маленький в принципе так где-то 20 фунтов 18 20 фунтов за вот этот максимум я поставил для фунта это вообще очень очень слабенький стоп давайте уйдем на дневку и цель приблизительно такая же 280 290 пунктов то есть соотношение парик прибыли что во первом что во втором случае очень и очень хорошие канадец по канадцу меня выбило сейчас я не торгую вот стрелочка тоже я всегда говорю что этом открыл сделку она убыточная и я всегда них также говорю не говорю только о своих там прибыльных пример раздел конечно после пробоя вот этой зеркальной области вот она сформировалась еще достаточно давно вы видите в истории нужно было бы продавать но к сожалению не произошел откат вот здесь если бы вот этот откат был конечно же я продавал бы в этой области но его не произошло соответственно я понимаю что импульс очень мощный и как правило но вот и такие импульсы бывают вот смотрите аналогичный импульс он просто нуждается в коррекции вот этот вот импульс вот он я вот от этой области продавал обращаю внимание и также здесь стоп лосс был очень очень маленький даже меньше 20 пунктов там или 15 14 пунктов точно уже не помню в эту область то есть цель у меня была 90 пунктов соотношение по риск прибыли 1 к 6 все замечательно к сожалению я получил стоп сейчас пока что не знаю в каком направлении дальше двигаться буду смотреть где будет закрываться день и вполне возможно смотрите если мы получим закрытие ниже вот этой области вот и возврат сюда то может быть начну продавать от данной области пока что еще рано говорить о среднесрочных обращаю ваше внимание что в принципе сейчас еще есть перспектива для покупки доллара сша но если же будет сильное падение и впоследствии если индекс у нас закроется ниже 95 то о покупках доллара сейчас пока что не будет идти речь не золото не нефть я сейчас не торгую золото также мы отторговали опять-таки пришли к нашей цели в 1310 долларов но ниже не пошли сейчас пока что еще рано говорить о перспективах золота могу сделать крупнее обратить ваше внимание на область также назначимую область которым мы сейчас тестируем с одной стороны торговались и вот сейчас пришли продавать скорее всего нет если получим заходной импульс вниз формацию несколько минимум несколько максимум каждый из которых будет ниже предыдущих опять-таки будем стараться продавать первая цель 1310 долларов еще одно отмечу у нас есть некий все таки вот практически каждый максимум идет ниже 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 если эта тенденция будет сохраняться соответственно это будет указывать то что в принципе в долгосрочном периоде мы можем дождаться пробоя 1305 1310 еще раз напоминаю золото я торгую при соотношении минимум а риск прибыли но на уровне 1 на рак 7 и 1 5 не меньше то есть если мы рискуем там около двух долларов цель должна быть не менее 10 и лучше всего 14 долларов вот такая вот ситуация активно сегодня не торгую показывать и рассказывать какие-либо еще примеры давать какие-то торговые рекомендации попросту не хочу это будет неправильно сейчас смотрим за статистикой через одиннадцать минут будет отчеты штатов если будет неожиданно хороший стат данные то конечно же евро доллар пойдет вниз фунт доллар пойдет вниз у канадца появится возможность пойти вверх но если же все таки будут данные слабые то с очень высокой степенью вероятности доллар будет терять позиции нефть николай не торгую нефть сегодня но там у меня не очень хорошая ситуация поэтому не хочу комментировать не могу давать комментарии потому инструмента который я не торгую я там не вижу качественных сигналов для того чтобы самостоятельно своими деньгами рисковать и соответственно я не могу давать вам рекомендации чтобы вы своими рисковать вот такая ситуация понял вас роман у меня вопрос такой вы сказали что скорее всего показатели американские выйдут слабее чем я не говорю что скорее всего нам в пределах прогнозы в пределах плюс-минус одна тысяча поэтому говорить о том что выйдут скорее всего слабее или сильнее нет если так и сказал скорее всего я просто говорился не знаю какими они могут выйти прогноз скорее даже негативным там все начало на одну тысячу одна тысяча это но ни о чем просто если они выйдут слабее доллар с высокой степенью вероятности будет по поводу нефти ну что мы пробили 45 8 соответственно у нас цель 46 половиной сигналов для покупки нет зеркальных уровней сейчас нет для покупки если мы вернемся к примеру сегодня вот к отметке сорок пять и восемь и закроем день здесь то завтра вот этих уровней можно будет покупать если произойдет ситуация что мы закроемся ниже вот этой вот области вот это у нас сорок пять и шесть вот где-то вот так вот то завтра уже соответственно можно будет пробовать продавать вот этой области я торгую только зеркальные уровни и сейчас но к сожалению вот здесь и опять-таки не получил нормального сигнала вот здесь нужна была коррекция к сожалению ее не был не смог так же самое здесь пропустил сигнал жду следующего понятно да ну понятно если пропустил электричку надо ждать следующую а не бязать за последний вагон не прыгаем согласен 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 поняли вас роман спасибо большое за ваш обзор ответа на вопросы уже через 7 минут коллеги у нас новости поэтому я предлагаю сегодня повнимательнее посмотреть это важный индикатор кстати говоря он иногда двигает на то на те же на те же 50 пипсов которые двинули и вчера двинули повыше не повышением ставки поэтому это такие вот как ни странно казалось бы по тяжести естественно ставка гораздо тяжелее а двинуло вчера действительно не очень ну вот не очень потому что трое проголосовали за поднять это было очень неожиданно вот этот фактор сдержал да на самом деле сейчас если данные отклоняться от прогноза где-то на 15-20 тысяч движением может может быть достаточно хорошим поэтому нужно следить у кого стопы очень короткие ну или выйти в ноль или все-таки рассчитывать на то что вы угадаете направление движения да нет хорошо спасибо за внимание давайте уделим торговлю немножко времени всем удачи не забывайте ставить стопы потом будут вопросы как выйти с убыточной позиции не знаю спасибо всем удачи всего доброго до свидания